В те времена был слышен идиш, теперь такого не услышишь. Остались нам истории людей, воспоминания минувших дней. Запомнилась, во-первых, наша природа, понимаете, в чем дело. Значит, это сегодня Беравон два шага прошел и вышел на речку, допустим, и река там по коленам можно было перейти, а раньше это была довольно-таки глубокая река. Я думаю, что она была глубиной более чем три метра. Ну, недаром в свое время хотели по ней пускать пароходы, понимаете. А вокруг рос лес, рос лес и весьма-весьма приличный, поэтому на Беру-то люди ходили очень редко. В основном ходили вот купаться там, загорать, ловить рыбу на протоку, на валынку, понимаете, в чем дело. Ну, а потом в связи со строительством моста, со строительством стадиона, значит, конечно, это все дело стало облагораживаться. Ну, я вспоминаю старый дворец пионеров и школьников, который находился на улице Ленина. Сейчас на этом месте стоит детский садик, значит, весьма приличное здание, где вышла очень активная работа. Ну, так вот случилась судьба, что и мне пришлось его довамывать и на этом месте садить и строить детский садик. Вот, по-моему, он под номером 15 сегодня, понимаете. Конечно, рядом был клуб строителей, где всегда кипела бурная жизнь. Значит, один, по-моему, был из немногих клубов, который это уже, так сказать, я уже был, так сказать, в более старшем возрасте. Вот, туда мы ходили на танцы. Конечно, вспоминается мост через парк, значит, довольно-таки бера там текла, довольно-таки приличная, значит, течением. И мост был такой, значит, и, значит, когда мы шли в парк, значит, через этот мост было весьма-весьма интересно. Тоже потом пришлось это все дело засыпать и на том месте посадить дом пионеров. Наибольший такой вот резонанс было вот где-то в 80-е годы. Это то, что в Биробиджане открылся камерный еврейский музыкальный театр под руководством Юрия Шерлинга. Вот это наделало в Биробиджане и не только в Биробиджане, это в области, это в крае, это на Дальнем Востоке имело определенный резонанс, очень серьезный. А вот за последние годы, я думаю, надо отдать должное это театральной площади, потому что такого фонтана, как у нас, наверное, в всем Дальнем Востоке я еще не видел. И в Хабаровске, и в других городах, ну, нет такого фонтана. И вот такого сочетания у реки вот эта площадь. А учитывая, что сейчас ведется реконструкция, я думаю, что, наверное, по архитектурному, по художественному вот такому оформлению, наверное, центр города Биробиджана переместится немножко ближе к реке и без сомнения займет достойное место и в архитектурном ансамбле Дальневосточном. И, наверное, все, кто приедут, первым объектом, который будет показывать, это будет театральная площадь и набережная города. Мне очень нравится запомнить 50-летие области. Это 84-й год. Почему запомнилось? Потому что была сдана в эксплуатацию филармония, которую построили всего там за время в два раза превышающие нормативные сроки. То есть, катастрофически быстро построили. Я, втрем, был начальником дорожного управления, принимал участие тоже в благоустройстве этого территории филармонии. Это фантастика была, ее строительство. Вот само это открытие 50-летия области нашей. Значит, это сегодня это уже, ну вот подходим к 75-летию уже, что уже неоднократно отмечались юбилеи области. Ну вот это самый запомнился серьезный, большой, крупный, интересный юбилей с большим шествием, с шарами. В это время это было, ну это было событие. Вот уже прошло 25 лет, ровно 25 лет с этого момента. Это запоминается на всю жизнь. Такое не забывайте никогда. Субтитры создавал DimaTorzok